Что-то я нервничаю, плохо сплю, махну я корвалол или валидол, или пустырник, или валерьяну, а что-то заболела голова, наверное, надо выпить центробон. Вот это все устаревшие препараты, речь о них пойдет в нашем выпуске. Устаревших препаратов очень много. Они традиционно используются в странах бывшего СССР. Некоторые из них были синтезированы, апробированы еще перед Второй мировой войной в 20 веке. Но продолжают пользоваться популярностью, особенно у людей зрелого возраста. Почему? Ну, очень часто люди находятся в плену собственных привычек и еще говорят, ведь мне этот препарат помогал лет 10 тому назад, он меня спасал от головной боли, и ничего нового я использовать не буду. Это неправильный подход. Давайте попробуем разобраться. Ну, начнем с препаратов, которые облегчают вашу боль. Например, аналгин или тот же цитрамон. Известно, что аналгин сейчас запрещен к использованию во многих странах Европы. И в то же время мы видим определенный ренессанс возвращения к этому препарату, но в качестве средства, который избавляет на короткий период от боли. Да, действительно, это препараты, относящиеся к аналгетикам. Но сейчас существует множество других лекарственных средств из ряда нестероидных противовоспалительных препаратов, которые с успехом и с меньшим количеством побочных эффектов поможут вам избавиться от боли. В Германии, в других странах Европы начали использовать аналгин. И, повторяюсь, есть определенный ренессанс к этой теме. Потому что такое побочное действие, как агролонцитоз, ставшее причиной, виновником, что аналгин ушел из многих клинических рекомендаций, на самом деле оказывается не столь распространен. Достаточно вспомнить недавние исследования, которые провели в Нидерландах. Сотни тысяч пациентов, у которых оценили риск развития агролонцитоза на фоне приема аналгина. Так вот, надо отметить, что риск этот был достаточно мизерный, минимальный. Но я бы хотел еще раз подчеркнуть, что вместо аналгина мы можем использовать нестероидные противовоспалительные препараты. Из, например, класса коксибов. Это лекарственные средства, которые были разработаны в последние годы специально для того, чтобы создать и эффект высокий по обезболиванию, в то же время снизить нежелательные эффекты, которые существуют у всех нестероидных противовоспалительных средств предыдущих поколений. То есть это влияние на сердце, желудочно-кишечный тракт, почки и печень. Цитрамон. Цитрамон спаситель. Цитрамон помощник. Цитрамон избавитель меня от головной боли. Болит голова, выпьет цитрамон, живот – цитрамон, плечо – цитрамон. Давайте посмотрим на его состав. Ацетилсалициловая кислота – 240 мг. Парацетамол – 180 мг. И кофеин – 30 мг. Во всех международных рекомендациях есть позиция, например, у парацетамола при умеренной средней степени боли, но используется он в других дозировках. Ну, скажем, 500 мг или 1000 мг. Парацетамол, как составляющая цитрамона, действительно помогает справиться и с жаром, и с болью. И в чистом виде, вы удивитесь, стоимость парацетамола может быть ниже, чем у комбинированных препаратов, к которым и относится цитрамон. Почему такая святая вера в цитрамон? Во-первых, это силы привычки. Во-вторых, в ее составе есть компоненты, которые влияют на боль. Но я уже говорил о том, что процент, то есть сочетание, концентрация этих компонентов много ниже, чем в чистых вариантах того же парацетамола. Еще раз повторюсь. Вы внимательно смотрите на состав того или иного комбинированного препарата. И вы удивитесь тому, что на самом деле стоимость порошка, избавляющего вас от лихорадки или от боли, в несколько раз выше, чем та компонента, но тот же парацетамол, который будет стоить вам сущие копейки, а помогать будет лучше. То есть, другими словами, вы выпьете чистый парацетамол 500 мг или 1000 мг, и эффективность такого приема для вашей головной боли, для купирования ее, будет намного выше, чем вы возьмете комбинированный, раскрученный в телевизоре или в социальных сетях препарат или порошок. А вот еще одна интересная тенденция. Сейчас я слежу за новинками фармацевтического рынка в нашей стране. На рынок фармаиндустрии выбрасывают комбинированные препараты, в составе которых есть старый и незабытый, как оказывается, димедрол. Для чего его используют в комбинированных препаратах? Он вызывает сонливость. Это классический препарат, который влияет на гистаминовые рецепторы, а это влияние как раз и обеспечивает ту самую сонливость. Есть сейчас на нашем рынке препараты для лечения боли, которые, с одной стороны, по замыслу создателей влияют на боль, и, с другой стороны, позволяют заснуть человеку. Но это вопрос весьма спорный, потому что нужны соответствующие серьезные клинические исследования, базирующиеся на международных исследованиях в нескольких странах с участием многих центров. И тысяч пациентов. А этого, к сожалению, по комбинированным препаратам, которые есть на рынке Российской Федерации, зачастую отсутствует. Еще одна очень популярная тема – волокордин, валидол, корвалол. Вот эти капельки очень любят люди зрелого возраста. Почему? Капнул – уснул. Капнул – успокоился. На самом деле, еще раз призываю, посмотрите на состав и волокордина, и корвалола, и других комбинированных средств. Очень часто там есть фенобарбитал. Вот он действительно влияет на центральную нервную систему и вызывает феномен и сонливости. Вроде бы он улучшает сон. Я не случайно беру, образно говоря, в кавычках это слово – улучшает сон. Потому что на самом деле давно известно, что старый и совсем недобрый фенобарбитал разрушает сон. Вы можете выпить много корвалола, волокордина, вот этих капелек, и можете превысить предельно допустимую дозу фенобарбитала. Это очень опасно у лиц зрелого возраста. Настойка пиона, валериана – то, что очень часто используют наши пациенты, когда пытаются унять приступ тревоги или панической атаки. Скажу сразу, что это не помощник в подобных серьезных ситуациях. Вам нужна помощь специалиста, который порекомендует реально работающие средства, влияющие и на тревогу, и на депрессию, и на инсомнические расстройства, то есть на нарушение сна. Уважаемые зрители, я предлагаю вам мини-курс по избавлению от боли. Специально подобранные упражнения помогут вам, в случае, конечно, если у вас нет острой серьезной патологии, избавиться от боли в спине, в плече. Ссылка в описании к этому ролику. Будьте, пожалуйста, здоровы. А мы продолжаем. Почему многие препараты десятилетия, а то уже почти и сто лет, остаются на нашем рынке? Первое – это традиции и привычки. И вот этот принцип «помогло мне когда-то», «будет помогать всегда» – он не работает. Сейчас на нашем рынке присутствуют хорошо зарекомендовавшие себя в различных клинических исследованиях, имеющиеся солидную доказательную базу. Препараты, которые входят в клинические рекомендации многих стран мира, обладающие хорошей эффективностью и безопасностью. Если мы говорим о боли, то это нестероидные противовоспалительные препараты разных генераций разных поколений. Но сейчас мы можем говорить о таком классе, как коксибы, например. Это действительно хорошо зарекомендовавший себя класс нестероидных противовоспалительных средств. Или оксикамы – быстродействующие препараты. Или напроксен, о котором мы много говорили. У нас есть отдельный ролик на эту тему. Что выбрать напроксен или другой какой-то препарат? Посмотрите, пожалуйста. Когда мы обсуждаем очень распространенную проблему тревоги, нарушений сна, то, уважаемые зрители, прежде чем что-то бежать в аптеку и покупать, обратитесь к врачу. Я помню недавнюю ситуацию. Зашел купить в аптеку лекарства своему родственнику. Вбегает женщина. Видно, что у нее паническая атака. Она прям бьется. Красные глаза на выкоде. Кричит, дайте мне что-нибудь от тревоги. Дайте быстрее. Вот именно так. В эжитации, в состоянии, как скажет врач любой, психического, психоэмоционального возбуждения. Провизор тихонечко вытаскивает нечто. Абсолютную пустышку. Потому что я посмотрел, что она предложила этой пациентке, именно пациентке. Говорит, вот вам поможет. А это не химия? Нет. Нет, нет. Поможет? Поможет. Всего лишь несколько сотен рублей, и все вам поможет. Я не выдержал, я говорю этой даме, послушайте, вы к врачу обратитесь. Не стоит вам принимать вот это, потому что не справитесь вы с помощью этого странного средства с вашей панической атакой. Вам нужна консультация специалиста. Причем я не сказал про себя, просто говорю, консультация специалиста, который вам выпишет реально работающие препараты. Что же работает при панической атаке, и мы об этом тоже на нашем YouTube-канале много говорим и говорили, это антидепрессанты и анксиолитики. То есть специально разработанные средства, влияющие на уровень тревоги. То же самое, когда мы говорим о гипнотиках, лекарственных средствах, которые помогают справиться с бессонницей. И здесь надо понимать, что бессонница, бессонница, рознь. В одном случае у вас краткоременная бессонница. И в этой ситуации вам помогут современные так называемые Z-гипнотики. Опять-таки, вы их выпишите у врача. В аптеку придете, вам их просто так не дадут. И это тоже, кстати, показатель эффективности и безопасности препарата. Потому что рецептурные средства, которые выписывает врач, значит это, будем говорить так, достаточно сильнодействующие препараты, влияющие на корень вашей проблемы. С другой стороны, если вы испытываете, например, бессонницу хроническую, на эту тему мы много очень выступали на YouTube-канале, то может быть причина вашей бессонницы в депрессии или в генерализованном тревожном расстройстве. И тогда обычный гипнотик, препарат, который убирает кратковременную инсомнению, нарушение сна, будет бесполезен. Как и будут бесполезны всякие волокордины, корвалолы и прочие странные средства. Главный вывод, который вы должны сделать, прежде чем что-то покупать в аптеке по рекомендации провизора, внимательно посмотрите на состав. Потом возьмите ваш телефон, зайдите в интернет или посоветуйтесь со специалистом, чтобы понять, а будет ли работать это средство в вашем случае. Не тратьте вы просто так ваши деньги. Главное, конечно, не только ваши деньги, но и ваше здоровье. Потому что многие из названных мною средств просто бывают опасны своими побочными эффектами. И ведь не зря они ушли с рынков многих развитых стран Европы и мира. Будьте внимательны к себе, к вашему здоровью. Берегите себя, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова